Всем привет! С вами канал Космостар. Наталья Егорова называет себя закрытой артисткой. В жизни ей пришлось пройти через множество испытаний и трагедий. В 2011 году звезда сериала Дальнобойщики пережила страшное. При странных обстоятельствах в чужой стране погиб ее единственный сын. От горя знаменитость так и не оправилась, но нашла в себе силы жить дальше. Наталья Егорова родилась 22 августа 1950 года в Ставрополе в семье военного. С самого рождения будущую актрису преследовали проблемы со здоровьем. Все детство прошло в больницах. Она переболела туберкулезом. Двоих детей женщина поднимала в одиночку. У Натальи и есть брат. Мать воспитывала наследников очень жестко, била всем, что попадало под руку, до кровавых ран. В 1968 году Егорова вырвалась из ада, поступила в Иркутское театральное училище. Бросив его, решила ехать в Москву. В 1975 году окончила школу, студию МХАТ. Наталья Егорова начала сниматься с 1970 года. Дебютной стала роль в фильме «Город первой любви». Широкую известность получила в 1975 году, после съемок картины «Старший сын». Запомнилась ролями в популярных проектах, как «Тайны дворцовых переворотов» и «Дальнобойщики». У меня был звездный период после выхода сериала «Тайны дворцовых переворотов». Но больше всего народ полюбил мою работу в картине «Дальнобойщики». Узнавание было невероятное. Люди больше всего откликаются, когда узнают в персонажа себя. Им интересно, когда они видят человека, похожего на себя, на соседа, на друга и свою жизнь, рассказывала Наталья Сергеевна. Наталья Егорова во время учебы в театральном училище вышла замуж за однокурсника Николая Попкова. Его знают под фамилией Глинский. Они прожили вместе 17 лет и развелись после предательства супруга. «Есть один человек на земле, которому я при встрече никогда руку не подала бы. Это мой бывший муж. Мы с ним прожили долго только потому, что я снималась много, а сын большей частью рос у его родителей», – делилась актриса сокровенным. Сын Александр Попков погиб в Индии в возрасте 34 лет. Все его тело было в ссадинах и следах побоев. При нем не оказалось мобильного телефона и банковской карточки, с которой уже после смерти кем-то были сняты все деньги. Егорова тогда чуть с ума не сошла от горя. О том, что сын увлекается наркотиками, актриса знала, предлагала его вылечить. Парень отнекивался, учился в двух институтах, однако диплом о высшем образовании так и не получил. Своего ребенка она сумела похоронить спустя 9 дней после его смерти. Слишком долго не могли перевести тело в Россию. Официальные причины смерти Александра – отравление от передозировки алкоголя, но отец покойного в своих интервью утверждал, что сына убили. Наталья Егорова проживает одна, по сей день участвует в спектаклях и антрепризах МХАТ имени Чехова. С 2010 года является режиссером и педагогом в мастерской имени Скорика. В кино снимается редко. С голоду я не помираю, у меня есть антреприза, творческие встречи. В кино снимаюсь очень выборочно, в первое попавшее, куда зовут, не бегу, выбираю. Часто отказываю. Есть какие-то вещи, но совсем не потребные, объясняет она. С родным братом не общается. Он лупит своих детей и жену, даже на меня руку поднимал. Он чудовище. Как-то брат полетел в Болгарию отдыхать, а дочки его, которые тогда были подростками, говорят, хоть бы этот самолет разбился. Раньше мы с ним часто общались в формате «Наташа, дай». Теперь никак, сообщала артистка. Она не верит в Бога и винит себя в том, что не занималась с сыном. Надо было таскать его с собой везде, пусть бы вырос в гуще жизни. А он вышел в мир, кормленным с ложечки дедом и бабой. Он вырос залюбленный, но совершенно не приспособленный к жизни. Неудивительно, что он рано погиб. И в этом я виню только себя, говорила звезда. Артистка очень близка с родной племянницей бывшего мужа, с которой тот не общается. Ей она оставит все нажитое. Написала завещание. Для меня она родней и ближе моих родных племянников. Я знаю ее с того момента, как она родилась, у нас с ней чудные отношения. Написала завещание. Все подписала теплыми руками, в полном уме и здравии. Подписала и живу дальше. Резюмировала Наталья Сергеевна.